моя следующая глава это монументальные высказывания Павла Семеновича я боюсь сказать о том, что гениальные, но по крайней мере я так думаю у нас была одна ситуация, когда мы были в Донецке наша любимая и неповторимая Татьяна Васильевна Братцова нас принимала очень хорошо мы жили в гостинице Донецк, это интуристовская и мы познакомились с москвичами, тренерами из Москвы, которых мы не знали но мы с ними попали на ужин и так завязался разговор как ты знаешь того, а я того, моментально мы нашли миллион знакомых как это бывает в одной кухне волейбольной и хорошая атмосфера создалась, мы поужинали вместе ребята говорят, пойдемте к нам в номер, у нас еще есть ну Павло был очень доволен мы поднимаемся к ним на пятый этаж, нас встречает внук Феликса Дзержинского и говорит, ключи покажите, тебе показывают 500 с чем-то проходите на этом этаже вы показываете ключи, мы с Павлом жили на третьем он говорит, вам нельзя сюда как нельзя? вот нельзя и все так нас, если не грубо, то очень жестко отправили обратно к себе на третий этаж и Павло в лифте едет и говорит, ну блядь, тупое полицейское государство я честно вам скажу, я не знаю, как короче и правильнее назвать ту страну, в которой мы с вами жили на мой взгляд, это просто было гениальное высказывание ну было еще одно, на котором мне стоит остановиться немножко глубже, чтобы понять его у нас был и есть друг Илюха я с ним проучился в школе и тренировался вместе в ДСШ закончил образовательную школу и жили рядом ну а потом он поступил в институт, с Павлом познакомился они вместе играли на первенстве города институтов там все такое, я в это время уехал в волейбольные путешествия я приехал в 1974 году и меня Илюха познакомил с Павлом и мы очень хорошо дружили, но вскоре он поезжает в Америку в 1976 году Илюха уезжает, причем по-прямому, там были родственники и значит из Одессы в Москву и потом прямо на Нью-Йорк и мы поехали Илюху провожать в Москву но это был наш близкий друг и мы еще в этом возрасте мне было 26, Павлу 28 мы не готовы были к таким потерям мы поехали в Москву, конечно, там побухали хорошо пошли в аэропорт, напились и пели под крылом самолета о чем-то поет, как в этом фильме Ирония судьбы точно так же мы повторили эту сцену едем обратно, такие понурые, такие как ужасно просто потеряли кого-то, просто зияющая пустота между нами приехали в Одессу, где-то приходит московский поэт часа в два-три, но расстаться не можем и пошли туда выпить, сюда выпить и вот это вот вакуум, который между нами у нас буквально потянул друг к другу мы не могли расстаться, разлопиться уже вечер и я говорю уже, ну что, по домам? Павло говорит, нет, сейчас Новосибирский приходит я, правда, не знал, что такое, в какой связи Новосибирский но понял, что что-то будет и мы бежим по перрону, находим в Новосибирском поезде вагон-ресторан, Павло колотит по окну и кричит Довгня, я не понял сразу, что это такое, но это была фамилия парня, с которым он учился с первого по четвертый класс, то есть хорошо поддерживал связи вот это оказался официант вагон-ресторана, который нам вытащил бутылку портяжки, которую мы в час ночи употребили и вот так вот мы загоревали, значит, залили наше горе потери нашего друга, считали, что навсегда, ну вот проходит 11 лет, Илюха приезжает в гости уже, Горбачев, перестройка, спасибо, Илюха приезжает в гости, все, ура, мы гуляли, у нас дома был человек 16, гулька, через пару дней у Павла была такая же, и через пару дней нас Илюха приглашает, а он приехал с женой своей, у которой есть родной брат в Одессе, и этот парень приглашает нас к себе домой, мы с Павлом не можем просто так прийти, мы спросили во-первых, что надо, он сказал, вообще ничего, тот парень сам накрывает стол, но мы придумали там, что мы будем два раввина, взяли белую простынь, разорвали пополам, навесили на себя белую, пристегнули иголками, написали, я был раввин, азербайджанский, Павло был раввин, украинский, нашли две тюбетейки у одного парня, который ехал куда-то в Венгрию, это были сувениры, мы упросили на один день, в общем, я написал довольно неплохие стихи на двоих, мы вышли, все это прочитали, ну, неплохо было, я так объективно говорю, я бы с говном не пошел, ну, было нормально, и мы заканчиваем, да, а еще в гостях был двоюродный брат Илюшиной жены, который приехал из Винницы со своей женой, и значит, мы заканчиваем читать это все, и в моей артистической карьере такого оглушительного провала просто не было, абсолютная тишина, все смотрят какими-то понурыми взглядами, никто даже не улыбнулся, и вот, я так понял, мы с Павлом догадались, это наша версия, но мы были близки очень к истине, что этот парень, который приехал из Винницы, по всей вероятности получил подарок из Америки, цена которого не перекрывала билеты в Винницу и обратно, и естественно, у него была вся грусть еврейского народа на лице, ему было не про нас, каких-то двух дурачков-клоунов, которые пытались развеселить, но это было не самое страшное, самое страшное было то, что хозяин квартиры, не пьющий человек, он приготовил мясо, салатики, все замечательно, а бухнуть он не купил, он же не пьет, и нам не было возможности выпить, и вот мы выходим из этой квартиры, что-то как-то в сторону, все Таня в одну сторону, Наташа в другую, Павло впереди, я сзади, Павло поворачивается, и такая мизансцена, главный герой в гневе, он пиздящит ногой по урне, она улетает, мы все внимание на него, и он говорит, блядь, ну почему же жиды такая пиздопротивная нация? Я сначала хотел что-то ответить, потом понял, что это риторический вопрос, он не нуждается в ответе. Я, конечно, думал, что на следующий день приеду и на работе попытаюсь с ним открыть дискуссию, такую глубокую, философскую, проследить это все в историческом плане, ну действительно, если взять Египет, жара, пустыня, из продукта в одна маца, с водой перебои, общественного транспорта нет, и все это долго, 40 лет, скажите, откуда возьмется оптимизм и радость в глазах? Ну потом я подумал и понял, что отвечать на риторический вопрос это глупо, а пытаться отвечать на риторический вопрос, поставленный Павлом Семеновичем, это вдвойне глупо. И так мы оставили это как риторический вопрос, и я тоже записываю это в его монументальные высказывания. А пока прервемся.